Добрый вечер! Вы смотрите программу подробный разговор и сегодня гость нашей студии директор департамента профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Альберт Швалеев. Добрый вечер! Сегодня мы говорим про то, как сделать рабочие профессии престижными. Многие до сих пор находятся в выборе, куда пойти учиться. С точки зрения профориентирования у нас есть движение WorldSkills. В России оно действует с 2012 года. Идеология движения из чего складывается? Спасибо за вопрос. По сути дела в вопросе уже прозвучал частично ответ, поскольку на самом деле движение WorldSkills зародилось в Европе в 1947 году после окончания Второй мировой войны, когда потребовались действительно квалифицированные рабочие, которые пришли бы на смену тех, кто ходил на фронта. И нужно было поднимать престиж рабочей профессии. По сути дела, вот та идеология, которая зародилась тогда, а именно повышение престижа рабочей профессии, повышение качества подготовки специалистов и, соответственно, выход специалистов на предприятие, эта идеология сохраняется и сейчас. У нас есть конкретные, скажем так, чемпионаты, когда ты можешь себя попробовать и показать, на что ты способен. Что они себя представляют? Все правильно. Но вообще, в целом, движение WorldSkills мы делим на две траектории развития. Первая – это, собственно, чемпионатное движение и межчемпионатное движение. Относительно чемпионата движения действительно есть определенные регламенты, согласно которым в каждом субъекте Российской Федерации проходят региональные чемпионаты. После этого выпускники, те, которые завоевали призовые места, они выходят, соответственно, уже на уровень отборочных чемпионатов. Дальше следуют они уже те, кто, опять же, завоевал призовые места и стал победителем, выход на национальные чемпионаты. И дальше уже выход на международные чемпионаты и на европейские чемпионаты. В этом году на территории Средневековской области региональный чемпионат состоялся. Мы провели его в феврале, подшествовав с тем событием, которые у нас, к сожалению, произошли, связаны с пандемией коронавирусной инфекции. В региональном чемпионате приняли участие 716 конкурсантов, из них 122 школьника. То есть у нас линейка возрастная такова, что могут принимать участие и студенты, это основная группа, и школьники из общеобразовательных организаций, и представители организации дополнительного образования. Чемпионат заполнился тем, что количество компетенций у нас увеличилось. В этом году у нас было 94 компетенции. И, кроме того, наш чемпионат был ориентирован не только на представителей Средневековской области, но и был открытым. И участие в нем приняли представители 22 субъектов Российской Федерации, и еще были представители из государства Республики Казахстан. То есть вот такой международный формат у нас тоже на уровне оригинального чемпионата прошел. Кроме того, чем еще интересен был чемпионат, который прошел у нас в феврале, это то, что мы второй раз уже провели особую часть этого чемпионата. Казахстан называется «Навыки мудрых». Это для наших мастеров производства обучения, для преподавателей, для предприятий, тем, кому уже за 50. Но вообще формат системы обучения таков, что, конечно, особенность такова у нас, что если студент, обучающийся, превосходит по многим параметрам своего учителя, в этом и заслуга самого учителя, это его победа. Но я думаю, что как раз вот эта особенность, навык мудрых заключается в том, что и сами педагоги решили показать себя и проявить себя, по сути дела, по тем же самым параметрам, где у нас соревнуются и студенты. И была возможность для общения между конкурсантами, числа возрастных работников, назовем их так, и возможность для того, чтобы представить свой опыт. То есть в этом вот особенность чемпионата. Далее у нас изменились условия, да, мы все постепенно перешли в онлайн. Вот как здесь чемпионат и общение выстраивалось в условиях онлайна? Получилось так, что действительно мы все перешли в большей степени на онлайн-режим, и это не миновало и чемпионатного движения, поскольку тот чемпионат, который должен был по плану состояться у нас в мае месяце, национальный чемпионат, он перенесен на последующие сроки, ориентировочно на август, конец августа, начало сентября, и он также будет проходить в онлайн-режиме. Но у вас, наверное, сразу вопрос будет, как, каким образом можно замерить результаты в онлайн-режиме тех конкурсантов, которые будут непосредственно делать руками, головой. Ну, что касается отдельной компетенции, например, IT-технологии, то, что связано с бухгалтерским учетом, там, конечно, это возможно провести и в онлайн-средствах. Но есть и компетенции, например, плиточник, мозаичник, то есть как это сделать. Есть тоже специальные приспособления, например, сканеры, согласно которым можно, например, замерить размер шва между плиткой, и скан этот отправляется непосредственно к главному эксперту, который находится на отдаленном расстоянии. То есть вот такая схема предлагается. Безусловно, эта ситуация связана вот с вызовом, и движение WorldSkills, союз WorldSkills Российской Федерации готовы к этим вызовам. Для того, чтобы побеждать на мировых чемпионатах, наши ребята здесь должны тренироваться на соответствующем оборудовании. Вот насколько мы здесь соответствуем вот тем стандартам, которые сегодня предлагает весь мир? Ну, вообще, наша главная задача ведь заключается не только в том, чтобы готовить чемпионов. Хотя это правильно, и нужны герои нашего времени, это молодые ребята, молодые рабочие. Но, в первую очередь, конечно, мы думаем о том, как развивать вообще в целом профессиональное образование. И в связи с этим движение WorldSkills, оно является системообразующим фактором вообще в целом для развития национального проекта образования в части проекта «Молодые профессионалы», согласно которому необходимо создать мастерские. И в прошлом году из средств областного бюджета было выделено 146 миллионов на развитие мастерских. Мы 51 мастерскую в 38 организациях создали. В этом году тоже значительная сумма была направлена на развитие мастерских. Это 145 миллионов. Таким образом, получается, что мы материальную базу в соответствии с международными стандартами наращиваем. Но это только часть, поскольку материальная база – это не единственное условие. Должен быть чуть-чуть кадровый состав. Соответственно, мастера производственного обучения, преподаватели спецдисциплин, проходят обучение с Академией WorldSkills, проходят обучение в наших образовательных организациях. Такая возможность есть. Через недавно созданный Центр опережающей профессиональной подготовки, которые формируют программу и методические возможности для развития этого направления для повышения квалификации наших работников. Еще одна особенность – это оценка результатов в деятельности системы профобразования. И мы уже, вот сейчас я так посчитал, уже четвертый год реализуем государственную итоговую аттестацию в виде мастерского экзамена по стандартам WorldSkills. Что это означает? Это, по большому счету, такой маленький чемпионат в рамках одной образовательной организации, где все должны пройти экзамен в соответствии с теми требованиями международными, которые существуют. Ну и я сейчас сказал об собственном процессе обучения, о выходе, но нужно говорить еще о входе в систему образования. Это касается наших школьников. И формат билета в будущее, он, по сути дела, в унисон, коррелируется с теми направлениями, которые определены движением WorldSkills. И в прошлом году 33 наших школьников прошли тестирование в онлайн-режиме тоже на определение тех интересов, которые у них существуют в части профессиональной деятельности. А потом, после тестирования, у многих была возможность выйти уже непосредственно на площадке техникумфи-колледжей, где существует уникальное современное оборудование. И там попробовать уже реально, ручками, ну, те наработки, которые были определены вот сначала в режиме онлайн. Билет в будущее сделан для того, чтобы школьник понимал, куда дальше он пойдет учиться и где будет работать. Да, все правильно. Одна из задач – это действительно самоопределение самого школьника. Потому что в возрасте от 6 до 10 лет и дальше от 10 до 16 лет, безусловно, сложно сориентироваться, кем ты будешь в дальнейшем. Тем более, все так быстро меняется. И сегодня одна профессия, она востребована, завтра просто она уходит. А завтра ее, по сути дела, уже и нет. Этой профессии, она, во-первых, вообще отсутствует буквально уже в технологическом процессе. Поэтому есть такая возможность для школьников сориентироваться, но в большей степени даже не на профессию, сколько на профессиональное поле. Например, человек-человек, человек-знаковая система, человек-техника, человек-природа. То есть вот через такие укропненные группы есть возможность сориентироваться самому, кем ты будешь дальше работать. Что дает победа в чемпионатах WorldSkills? Почему мотивация у участников достаточно высокая в этом направлении? Здесь несколько результатов и несколько оценок для того, чтобы по достоинству оценить действительно эти достижения. Во-первых, указом губернатора Свердловской области ежегодно поощряются победители и призеры чемпионатов. Это первое. Второе. Что касается нашей системы, она открыта для тех, кто готов продолжить уже не в качестве обучения, а быть педагогом, быть мастером производства обучения. У нас такие примеры есть. Это и Уральский костер-технологий предпринимательства, это и Катембургский экономико-технологический колледж, и Уральский радиотехнический колледж имени Попова, где ребята после окончания уже обучения приходят на работу к нам. Им интересно продолжать вот это направление, и в том числе в рамках движения WorldSkills. Поскольку процессы образовательные, процессы развития движения, они не идут в унисон. Но ведь конкуренция серьезная, другие страны тоже не дремлют. У России здесь какие шансы? Конечно. Ну, по результатам могу сказать следующее, что в Абудабе на мировом чемпионате, который состоялся три года тому назад, Российская Федерация, несмотря на то, что принимает участие в этом движении с 2012 года, по общему количеству завоеванных медалей стала первой. На международном чемпионате, который состоялся в 2019 году в Казани, мы в общекомандном зачете стали вторыми. Но вместе с тем у нас очень много и призовых мест, и медалюнов. Поэтому Российская Федерация, пройдя буквально короткий путь, доказала, что уровень подготовки наших специалистов, он на мировом уровне. Естественно, необходимо еще многое-многое работать, но, по крайней мере, ориентиры у нас определены. И сейчас, на данный момент, Российская Федерация входит в тройку основных участников и основных претендентов на призовые места движения ОССР. То есть, по сути дела, это ведь некий опыт из советского прошлого, хороший опыт, когда мы поддерживали рабочие специальности. Мы вернулись к этому, получается? А мы от этого особо и не отходили. Просто это другой формат. Это было непрестижно. Это было непрестижно. И зарплата маленькая. Да, и зарплата маленькая. Но нужно понимать следующее. Действительно, ситуация на рынке труда меняется. И востребованы, с одной стороны, узкие специалисты. И те компетенции, которые предлагает чемпионатное движение, они как раз имеют узкую направленность. Но, с другой стороны, сам формат подготовки, он предполагает собой так называемые soft skills, то есть такие общие профессиональные компетенции. Это умение работать в команде, это умение прогнозировать, это умение выстраивать отношения с членами команды, это умение читать чертежи и так далее, что, безусловно, пригодится и по другим направлениям. Поэтому здесь, по сути дела, возможности для участников движения WorldSkills и особенно тех, кто был победителями, призерами, не расширяются. А что касается нашего советского опыта, очень ценный опыт. И он, по сути дела, продолжился в другом проекте «Славим человека труда», где, по большому счету, уже идет конкурсная процедура между работниками предприятий. Но там тоже наши студенты участвуют. А в движении WorldSkills линейка более расширена. Там и студенты, и школьники, и, собственно, работники предприятий. Потому что есть еще одно направление в рамках движения WorldSkills. Это и чемпионат, который проходит ежегодно на территории Екатеринбурга, на площадке «Экспо». Это чемпионат сквозных рабочих профессий для высоких областей промышленности. Кроме того, сейчас крупные корпорации проводят свои собственные корпоративные чемпионаты. Например, «Росатом» проводит чемпионат. Агропромышленный комплекс тоже стал проводить свой чемпионат. Называется «Агроскилз». То есть имеющий вот такую профессиональную направленность. То есть прокачать себя по определенным направлениям. Вы упомянули про WorldSkills High Tech. Для Екатеринбурга это не просто, скажем так, региональный и мировой чемпионат. Это некая площадка и событийное мероприятие. Вот в этом году понятен формат проведения? Скорее всего, он также пройдет в режиме онлайн. Ну, поживем-увидим. Еще впереди у нас время есть. Традиционно у нас проходит в конце октября, в начале ноября. Но, скорее всего, он также будет проходить, как и национальный чемпионат. То есть я так думаю, что то, что будет апробировано на национальном чемпионате для наших студентов, возможно, уже перейдет на уровень High Tech. Почему крупным корпорациям интересно участие в WorldSkills High Tech? Вы упомянули и Росатом, и другие крупные корпорации. Им что это дает? Я думаю, что, во-первых, они знакомятся с теми подходами, с теми подготовки кадров, которые существуют. То есть есть проблема? Есть проблема. Даже у таких глобальных концернов? Проблема кадровая всегда существовала. Другой вопрос, как ее решать. Я думаю, что как раз механизм движения WorldSkills позволяет решать эту серьезную проблему. Потому что можно приобрести станок, но если не будет человек, который будет работать на этом станке, то, соответственно, продукцию ты уже не получишь. То есть первое – это знакомство с новыми трендами в подготовке кадров. Второе – это знакомство с теми станками, теми оборудованиями, ну, как станки условно говорят, с тем оборудованием, которое существует на площадках WorldSkills. Это современное оборудование. Кроме того, это возможность для коммуникаций, то есть для того, чтобы те, называемые, компании, которые имеют HR, они между собой общаются. И есть возможность для диалога, то есть так называемая деловая программа чемпионата WorldSkills. То есть найти работу тоже можно на таких мероприятиях. Дальше коллеги наши, работодатели понимают, что на площадке чемпионатов приходят школьники, а это потенциально те люди, которые в последующем придут непосредственно в корпорации, на рабочие места. То есть есть в этом тоже интерес. Кроме того, есть возможность для понимания тенденций развития вообще технологий. Это тоже. То есть с одной стороны как бы это чемпионат, а с другой стороны это выставка новых технологий, нового оборудования, которое можно посмотреть и в последующем использовать у себя. Это мировые стандарты? Это мировые стандарты, и правильно вы отмечаете, потому что компании, они заинтересованы в том, чтобы выходить на мировой рынок. Поэтому через мировые стандарты они понимают, какое производство, какие требования к персоналу существуют за пределами Российской Федерации. Потому что это связано и с экспортом продукции, но это связано с тем, что у нас многие компании являются транснациональными. Поэтому интерес в этом тоже существует. Рынок труда в России меняется, и сейчас свои навыки хотят прокачать те, кто старше 50 лет. WorldSkills здесь тоже в помощь? Конечно, конечно. Я уже упомянул о том, что мы проводим в рамках чемпионата мероприятия, связанные с навыками мудрых. Это вот 50+, для наших работников, для работников системы образования. Но в рамках движения WorldSkills есть направление, которое курирует Академия WorldSkills, есть финансирование и есть программы для освоения этих программ людьми старшего возраста. То есть те, кому 50+. И поэтому это образование и профподготовку, и профобучение можно получить и на площадках наших техникум, в колледже, и в иных организациях дополнительного профессионального образования, которые заключают соглашение с Академией WorldSkills. То есть вот такое возможно. В прошлом году, например, у нас порядка 600 человек прошли через Академию WorldSkills по этому направлению. То есть они остались на своих рабочих местах и стали работать еще лучше? Часть из них это те, которые работают, но часть из них, которые находятся в состоянии безработицы. То есть такое тоже есть. И поэтому есть возможность еще и получить дополнительные профессиональные навыки через это движение. За счет средств бюджета. Вы упомянули о том, что WorldSkills в России действует с 2012 года. За это время престиж рабочих специальностей вырос? Я могу судить о том, как востребованы наши техникумы колледжа для абитуриентов. Например, в прошлом году мы отметили следующее, что примерно 60% от общего числа выпускников, это выпускники и основной школы, и средней общей школы, то есть 9-11 класс, выбрали техникумы колледжа. 60% от общего количества. То есть таким образом понимают и сами студенты, точнее абитуриенты, которые будут студентами, и родители о том, что производство меняется, технологический процесс меняется. Это уже не просто мастерская, где находятся станки, которые, ну, скажем так, и грязь есть, и шум, и так далее. То есть все меняется в лучшую сторону. Вот. Ну, от этого, конечно, и требуется от самого специалистового работника больше навыков, больше умений, так называемых компетенций, которые позволяли бы мы работать на этом современном уровне. Ну, ведь многие почему опасаются идти в колледж, потому что им кажется, что там и оборудования нет современного, да, что там, может быть, и вопросы кадровые по-другому решаются, в высшей школе больше, или все-таки вектор меняется в сторону среднего профессионального образования? Ну, мне вот нравится одно из лечений одного педагога из Санкт-Петербурга, который на встрече с президентом Российской Федерации сказал, что вот есть социальный лифт, а есть социальная лестница, да. То есть мы в последнее время почему-то считаем, что должен быть социальный лифт, который быстро нас поднимет вверх. А все-таки должна быть идеология социальной лестницы, когда постепенно, постепенно нарабатывая навыки, ты поднимаешься вверх. Жизнь достаточно дает большой отрезок времени для того, чтобы подниматься по этой лестнице. И что касается наших организаций, я имею в виду техникум в колледже, безусловно, после их окончания возможности для получения высшего образования у студентов есть. То есть у нас есть немало примеров, когда люди продолжают обучение либо сразу после окончания техникума в колледже, либо после того, как поработав, понимают, что они готовы к тому, чтобы, например, выходить на руководящие должности и осваивать эти профессии. И тем более у них есть практика. Есть практика. А многие даже могут поехать, например, в те же Арабские Эмираты, где проводился уже чемпионат WorldSkills. В каких странах еще ближайший график понятен, если все будет в порядке с точки зрения здравоохранения? В частности, например, планируются ближайшие Евроскills у нас в Санкт-Петербурге. Поэтому даже выезжать никуда не надо. Можно в нашем родном замечательном городе, в Санкт-Петербурге, посмотреть на то, как этот чемпионат проходит. Это тоже российские стандарты, конкуренция серьезная. Это, конечно. То есть у нас в Казани прошел мировой чемпионат. В 2023 году планируется уже Евроскills уже на территории нашей Российской Федерации, в Санкт-Петербурге. Получается, и мир тоже нацелен на то, что за рабочими профессиями будущее? Я, наверное, бы поставил вопрос по-другому. Потому что будущее вообще за квалифицированными кадрами. Не важно, рабочий ты, инженер. Но это всегда так было. Поэтому вне зависимости от того, какой уровень подготовки у тебя есть, нужно просто отвечать тем требованиям, которые меняются постоянно. И в связи с этим то движение, то направление, связанное с образованием в течение жизни, всей жизни, оно актуально. Потому что не надо думать, что, закончив техникум или вуз, на этом останавливаюсь, ничего подобного. Если ты хочешь развиваться дальше, если ты хочешь быть успешным, то, конечно, нужно учиться. Вы упомянули, для тех, кто сейчас находится на перепутье и выбирает дорогу жизни, что у нас есть проект «Билет в будущее». На что еще обратить внимание, если ты выбираешь специальность? Потому что вы сами сказали, что время меняется через 3-5 лет. Что будет востребовано? Куда направить свои силы? Я бы мог посоветовать обратить внимание на те разработки, которые создаются в рамках агентства стратегических инициатив. То есть, например, «Атлас будущих профессий». Естественно, он будет… То есть есть такой «Атлас»? Есть «Атлас будущих профессий». Там не все бесспорно, конечно, потому что это продукт, ну, скажем так, того, что люди, пообщавшись между собой, предлагают некий дает прогноз на перспективу до 35-го года. Поэтому можно обратить внимание на этот «Атлас профессий». Он в свободном доступе есть через систему интернет. Посмотреть, по каким направлениям, возможно, будет развиваться у нас и промышленность, и в целом экономика, и не только у нас, Российской Федерации, но и за пределами. Можно на это обратить внимание. Ну, и то, о чем я уже сказал, я все-таки… Мне кажется, вот так вот, это мое глубокое убеждение, что нужно ориентироваться все-таки на профессиональное поле. Как я уже выговорил, да, если человек, например, заинтересован в том, чтобы себя посвятить, например, взаимоотношениям с природой, например, человек природы, то надо искать вот в этом направлении профессии и специальности. Это вот предложение такое. Ну, и кроме того, нужно смотреть на сайты образовательных организаций, потому что там размещаются как раз те контрольные цифры приема и те программы, которые реализуются в образовательной организации. Стандарты федеральные меняются, меняется и наименование профессии, потому что еще, например, несколько лет тому назад слово мехатроника резало слух, и никто не знал, что такое мехатроника. Например, реверсивный инжиниринг. То есть вот новые понятия появляются, и эти понятия, которые сначала опробируются в рамках движения WorldSkills, связанных с мировыми стандартами, они постепенно переходят уже на уровень федеральных государственных образовательных стандартов. И по ним уже идет процесс обучения для всех студентов. А предприятия заинтересованы и сотрудничают с колледжами? У них есть некий госзаказ, и ты уже прекрасно понимаешь, что ты поступаешь, условно говоря, в колледж, и рабочее место для тебя есть. Есть сейчас новое направление в соответствии с 302-м распоряжением правительской федерации. Оно связано с целевым обучением. Поэтому особенность какова? Если раньше целевое обучение предполагало собой взаимоотношение между абитуриентом и работодателями образовательной организации, то есть на входе в образовательную организацию, на уровне приема, то сейчас целевое обучение возможно уже и в период самого обучения процесса. То есть, например, на втором-третьем курсе ты можешь заключить соглашение с предприятием, но после окончания ты должен отработать на этом предприятии. То есть это договорные отношения, которые определяют отношения между собственно студентом, будущим работником, образовательной организацией, которая готовит специалиста, и предприятием. И в рамках целевого обучения, ни в чем сейчас заключается особенность, что предприятие вносит изменения в содержание образования, то есть вариативную часть, и предлагает разные модули, по которым учится студент, и уже выпускается, и приходит на предприятие готовым к конкретному оборудованию, к конкретному техническому процессу. То есть вот такое направление есть. Кроме того, безусловно, в каждой образовательной организации есть соглашение с предприятиями. Это касается предприятий и крупных, это касается и малого, и среднего бизнеса. И наши колледжи соответствуют тем стандартам, как вы уже упомянули, если наши студенты побеждают на мировых чемпионатах, значит и колледжи, соответственно, учат и ведут соответствующую работу. Безусловно, потому что, повторюсь, это касается и условий материально-технических, то есть оборудования современные. У нас даже в ряде организаций есть оборудование такое, которого нет еще на производстве. Такое тоже есть. Это касается и кадрового состава, и взаимодействие с предприятием заключается еще и в том, что наши педагогические работники, взаимодействие с предприятием, они тоже обучаются, они проходят обучение и повышение квалификации с учетом тех требований, которые существуют на конкретном предприятии. То есть заходишь на сайт образовательного учреждения, видишь WorldSkills, некий знак качества, значит, нужно идти. Да, у нас есть организации, которые имеют знак отличия, который выдается Союзом WorldSkills, и мы ежегодно, у нас по 10 организаций, по сути дела, входят в этот пул тех организаций, которые по мнению Союза WorldSkills достойны входить в сотню лучших организаций среднего профобразования. Но ведь они должны держать стандарт. Безусловно. Что тоже важно для всех. Очень важно. Я вообще считаю, что, конечно, завоевать призовое место, это хорошо, это правильно, но еще сложнее удержать те позиции, на которых ты вышел. Это постоянное, постоянное движение вперед, это постоянное развитие. Спасибо вам большое. Гостем программы сегодня был директор департамента профессионального образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Альберт Шевалеев. Спасибо всем за внимание и хорошего вечера на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok